МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да не тронем тебя, не бойся. Хотя бояться надо нас. Всем доброго времени суток, уважаемые. Ну и еще раз, пользуясь случаем, поздравляю вас всех с прошедшими новогодними праздниками. Думаю, все отошли от праздников и вышли на свой крейсерский режим. Ну и сразу же, тоже пользуясь случаем, хочу объявить радостную новость для рыбаков Хабаровского края, а именно для рыбаков и рыболов, кто ловит именно в бассейне реки Амур, то такие рыбы, как ауха и желтощек, у нас выведены из Красной книги. Сам лично своими глазами видел передачу по нашему местному телевидению. Там сказали, что ауха и желтощек выведены из Красной книги. И теперь ее там достаточно много развелось. Это они обосновали так, почему они ее вывели. И теперь эту рыбу можно спокойно ловить. Ну, а думаю, порядок этого лова мы узнаем в соответствующих определенных структурах. Ну и, соответственно, ленокий таймень, он у нас и не находился в Красной книге. Ленокий таймень разрешен у нас, как бы сказать, спортивным ловом, да, в Хабаровском крае. Я всегда сколько покупал эти путевки или лицензии, как их называть. Там всегда был таймень, не меньше таких-то размеров, там, как правило, один, да, столько-то килограмм ленка и столько-то там килограмм хариуса. То есть такие рыбы, как ленокий таймень, подчеркиваю, они у нас и не находились в Красной книге. Именно таймень сибирский, да, как его классифицируют. По-моему, сахалинский таймень, ну, я ими, как бы сказать, не интересовался. Тот, по-моему, как бы сказать, внесен в Красную книгу. Ну, это, как правило, Ванина, Саугава, вот эти вот реки, да, там, которые впадают в море. Там он есть, там он, по-моему, находится в Красной книге. Ну, а наш сибирский таймень, он разрешен. Ну, а теперь еще добавилось ауха и желтощек. И это, конечно, открываются совсем другие возможности и совсем другое направление спортивного рыболовства. Потому что, как бы, таймень вообще считается в целом, как самая сильная пресноводная рыба. Ну, и теперь к нему еще добавляется желтощек, потому что много идет споров. Они вот так параллельно идут между собой, да, на одном уровне. Много возникает споров, кто из них сильнее, либо таймень, либо желтощек. Но, в любом случае, радует, что это вот водится на нашем, скажем так, континенте, скажем так, грубо говоря. И на Дальнем Востоке нам это все доступно. И теперь у наших рыболовов есть возможность лично попробовать и убедиться, кто из них, конечно, сильнее. Вот, а мое видео, вы как поняли, оно будет про спиннинги. Но, сразу же скажу, не отходите от своих голубых экранов. Болтать я буду мало, да. Будет много видео. Вот, видео, наверное, будет больше. Потому что эта программа, как бы сказать, эта передача, этот фильм, который я сейчас записываю, он будет, как бы, итоговый за прошлый год. А итоговый он будет для определенной марки спиннинга. Все, если заметили, то я каждому спиннингу, да, на который рыбачу, я посвящаю почти целый рыболовный сезон. То есть, вот, допустим, позапрошлый год я ловил спиннингом Black Hole Highlight. Все видели, я на него таскал много-много рыбы, он там изгибался. Все там держались за сердце, как он там не сломался, как чего, да. И вот прошлый сезон, 2017, я ловил вот таким вот спиннингом Black Hole Spirit с тестом от 3 до 15 грамм с длиной 2.30. И там тоже уже видео все видели, уже писали комментарии. Блин, я думал, он там сломается или там отскочит кому-то там в лоб, там еще куда-то. То есть, все потом даже ко мне люди приходили в гости, знакомые, друзья. Все говорили, ну ты, Саня, говорит, даешь. Мы вот думали, ну стопудово, говорит, он сломается, но тем не менее не сломался, да. Но вот это как раз вот это, как бы сказать, видео, да, оно и будет как итоговая, как бы сказать, программа именно про спиннинг Black Hole Spirit за прошлый сезон. И, соответственно, все будет это видео, 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 вы все это будете смотреть. Все фотографии, которые будут показаны и все, какое видео будет показано, это все рыбы пойманные именно на Black Hole Spirit от 3 до 15 граммов. То есть, я конкретно вцепился в него и ловил целый сезон. В принципе, такие исследования, эксперименты мало кто делает, мало кто способен посвятить целый сезон одному какому-то спиннингу. Но, честно скажу, со спиннингами Black Hole мне это делается легко, потому что спиннинги достойны хорошего качества, соотношение цена-качество очень хорошее. От этого ловить им, как бы, ну, не тяжело, не надоедает, не хочется взять там какую-то другую балку, руки не тянутся к UFM, еще к чему-то там, грубо говоря, к такому там. То есть, очень-очень интересно. И за этот сезон ты, когда ловишь от такой рыбы вот до такой, да, ты понимаешь всю душу, всю философию данной палочки. Тут какой-то из них новый, какой-то из них, который со мной прошел сезон. Ребята, вот это повод. Долго мы весь этот обор делать не будем. Также, кстати, в видео можно будет посмотреть, как тоже итоговую программу, как себя ведет моя новая лодка фирмы Сибривер Аляска Бот. Там вот на видео будет четко видно, как мы будем рыбачить и втроем под мотором 20 сил водометом, да. То есть, видно, что кидали спиннинг, все это работает на лодке, это удобно, все происходит, все это тоже можете посмотреть. Ну, сейчас вам покажу, как этот спиннинг еще раз выглядит. Ручка у меня, конечно, такая, но я бы не сказал, что сильно грязная, но я ее и не му. В принципе, рыбалка на горной реке не подразумевает, какое-то там много-много грязи. То есть, это чисто горная вода, чистые камушки. Вот, видите. Длина 2.30, Тест 3.15. Кольца Фуджи. Вот, катушка со мной была на протяжении всего сезона. Это Стелла 10-го года, 2.500. И шнур со мной был уже на протяжении трех сезонов. Это Gear Lab EXO в размере по японской классификации 0.3. По нашей классификации это примерно 0.127 или 0.126. Ну, грубо говоря, побольше, чем 0.12, но поменьше, чем 0.13. То есть, грубо говоря, вот в этом диапазоне. Шнур уже не новый. Он уже три сезона со мной мотается. И, соответственно, я за него больше всего беспокоился. Шнур не дешевый. Но я скажу, он себя за эти бабулеты просто оправдал по горной речке. Вот. Это я сейчас вкратце вам рассказываю, чтобы быстренько освежить память. Вот. Это катушка. Вот этот. Спиннинг. Вот баланс. Видим, что из-за того, что ручка, конечно, коротенькая, да. Баланс не идеальный. Но, тем не менее, если так разобраться, то до бортика шпули тут не хватает каких-то вот пару сантиметров. В руке сильного дискомфорта, видите, никакого не чувствуется. Но с этой ручечкой удобно за то, что-то потвичивать. Очень хороший бланк. Про это я уже не буду рассказывать, чтобы не терять свое время, уважаемые. Это вы сейчас все посмотрите в видео, как он работает. И как вот на такой тонкий шнур 0.3 по японской классификации, по нашим параметрам, это 0.125 или 0.126. Ну, скажем так, от 0.12 до 0.13. Очень тонкий шнур. Тем более, он провел уже три сезона на воде. То есть, понимаете, да, что он уже износился и что он уже, да. Со мной, вот видите, коробочка эта, воблеры Ютума были. И вот в видео будет много-много сюжетов, где вот я ловлю часто вот такой вот воблер, это Ютума чип. Вот именно вот в таком окрасе, вот этот герой, на которого были пойманы крупные рыбы. И не только в таком окрасе, есть они и в другом окрасе. Видите, они вообще уже такие судьбой зачуханные. Все уже такие шарпанные. Тут лопатки поотлетали. Ну и многие-многие другие. Я вот именно сейчас вот показываю вот этих вот чипов, которые были главными персонажами. Вот в этих вот определенных, грубо говоря, видео. Ну, давайте я уже и так много болтаю. Давайте, уважаемые, посмотрим эти видео. Устраивайтесь поудобнее и это будет не быстро. Садит и садит. Ну, садит и садит. Таймень выходит за ним. Таймень! Здоровый! Здоровый, Тайменяра! Вон носится Тайменяра здоровый! У меня штука не перевязана. Вон он стоит. Да вижу, что он стоит. Не кидай ты. Вынимай быстрее свою! Ара, вынимай! Здоровый, бляха! Опусти палку, застегни палку на этот самый. Ух ты, ёптеть! И я думал, он сошел. И я думал, мне сначала показалось, что это он... Таймень гонится за линком, который у Сани на крючке. Я думал, он сошел, я подумаю, и кинул. Ёпта, бляха! Вот он стоит, бляха! Ты сядь, сядь! Он меня просто камера снимает. Я хочу, чтобы она видела. Он по более метра будет. Вот вам и Тома Чип. Ёптеть! Вот это машина! Это, блядь, фиш! Ты его форсировать не можешь. Хватит на косу, выйдите. Выйдет! Сиди, ёптеть! Я лодку накрою. Сука, она такая же милка, как я. Да вы его там, глубины-то не было. Вон линь-лёнок пошел, вон он, пошел, пошел, пошел. Вон, вон еще один. Не заберем. Не заберем. Он встал. Повторяем. Вон встал. У меня же там еще перетерто было. Я так и не помню назад. Поздравляю. Поздравляю. Наш. И шлюра всего за 70 метров Клотка перезинета И? Клотка перезинета Он в косу уперся, по-моему ДоECT- jedюнь СКРИП ЦИБЫ СКРИП КОНЕЦ да я вижу он сейчас меня испугается и отваливать начнет не надо я хотел его подхватить может коса кончается сейчас он с тягуна начнется там Продолжение следует... 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 у меня на камеру не хватает мест и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Может быть досмотрели все не до конца Но тут уже никаких слов я уже не буду рассказывать про этот спиннинг Как он провел этот сезон Ловилась рыба от таких до таких Скажу благодаря этой палке Вот именно этому спиннингу Как работает его бланк Каким строем он обладает В статике в динамике У меня получаются дальние точные забросы И соответственно на таком тончайшем шнуре Который уже отходил 3 сезона Мне удалось не слить Ни одного хвоста Ни такого Конечно это больше заслуга Ни моя и ни катушки Стелла в размере 2500 И даже шнура А именно заслуга самого Спиннинга Как он работал Так что уже вам самим решать Какой это спиннинг Плохой это спиннинг Или хороший спиннинг Все конечно бренды кричат Что у их спиннинги Самые лучшие Но я думаю мало кто сможет Подтвердить это Такими вот Видео Такими исследованиями У меня как бы это видите Я думаю благодаря моим видео Все это получилось Сам и вы все это видели Ну вот Уважаемые спасибо За просмотр Если вам понравилось Подписывайтесь на мой канал Делитесь этим видео С вашими друзьями До свидания уважаемые До новых встреч Продолжение следует